Всем привет! Сегодня поговорим о великолепных, нежных и невероятно красивых тюльпанах. Это одни из первых весенних цветов, которые радуют нас своей красотой с ранней весны. Весна уже пришла и тюльпаны начинают удивлять нас своей красотой. Можно даже сказать, наступает мир красоты. Давайте будем любоваться этой красотой. И параллельно узнаем, что тюльпаны не только красивы, но еще могут быть и полезными. Родиной этого растения является Средняя Азия. А название его в переводе с персидского языка означает тюрбан, на который и похож сам цветок. Тюльпан широко распространен в Средней и Восточной Азии, Европе, Северной Африке. В культуре стран этих регионов тюльпан занимает особое место. Он использовался в украшении ритуальных мест. Стихи про цветок тюльпан слагали с давних времен. В Голландии выращивание тюльпанов стало национальной традицией. Страна за несколько столетий добилась невероятных успехов в возведении этих прекрасных цветов и стала основным экспортером. Голландские тюльпаны по характеристикам признаны лучшими и являются эталоном высокого качества и красоты. Относятся тюльпаны к семейству лилейные. Род насчитывает около 140 видов травянистых многолетних луковичных растений. От этих видов произошло большинство современных сортов. Род имеет свою историю культуры и биологические особенности. Сортов тюльпанов великое множество. Цветки сильно различаются по размеру и форме в зависимости от сорта. Хотя они являются многолетниками, некоторые садоводы предпочитают выращивать тюльпаны. Особенно гибридные сорта, как однолетник, поскольку не всегда цветение так же красиво на второй год. У одних сортов бутоны имеют форму чашки, другие выполнены в виде звезды. Вне зависимости от вида и сорта цветки имеют шесть лепестков, которые могут быть гладкими, бахромой или махровыми. Цветки могут быть одиночными или двойными, одноцветными, полосатыми или маргинальными. Высота кустов растения колеблется в высоту от 10 до 60 сантиметров. Их листья обычно среднего зеленого оттенка, острой или овальной формы. Строение очень простое, начало берется от стебля. Тюльпан растения не очень капризная. Цветут они ранней весной. Тюльпаны распускаются в течение дня, но закрываются вечером. Поэтому про цветок тюльпан можно сказать, что это исключительно дневной цветок. Полезными считаются лепестки тюльпанов, которые начинают заготавливать, когда растение еще цветет и погода сухая. Сушить лепестки рекомендуют под навесом, после чего их нужно завернуть в бумажные упаковки и перенести в сухое помещение. Хранить лепестки таким способом можно около двух лет. Тюльпаны используют в разных целях, декоративных, медицинских и в косметологии. Полезны тюльпаны за счет содержания в них клетчатки, крахмала, глюкозы. Также в них содержатся многие полезные элементы, витамины группы А, В, С, органические кислоты, магний, калий и так далее. Ученые доказали, что в их составе есть тулапизиды, которые служат фунгицеидами и аллергенами. Лечебные свойства цветов тюльпана так же, как и других его частей, недостаточно исследованы на сегодняшний день. Тюльпаны не только декоративные, лечебные цветы, но и съедобные, что позволяет готовить из них разные настои в медицинских целях. Эти цветы не содержат ядовитых веществ, поэтому все их части можно использовать. Полезные свойства тюльпанов В сравнении с другими растениями тюльпаны нельзя назвать очень популярными в народной медицине, так как об их целебных свойствах известно не так много. Спиртовые настойки на листьях и лепестках тюльпанов используются для борьбы с воспалительными процессами во рту и в носоглотке. А чтобы сделать их максимально безопасными для человека, перед полосканием ротовой полости концентрированный состав нужно развести водой. Стоит отметить, что маска для лица из тюльпанов обладает потрясающим эффектом. Все женщины ведут активную борьбу с морщинами, и необычная маска из тюльпанов наверняка поразит своим эффектом. Кроме того, для нее не потребуется много компонентов. Достаточно лишь размять или перемолоть лепестки тюльпана и хорошенько перемешать ее с двумя столовыми ложками меда. Чем свежее будет мед, тем лучше, а растопить его можно на водяной бане. Через 20 минут маску удаляют с лица и наслаждаются ее эффектом. Частота применения маски зависит от целей, с которыми она используется. Если необходимо просто увлажнить кожу, обогатить ее полезными веществами, маску используют один раз в неделю. Если главная цель – борьба с воспалениями и шелушениями кожи, рекомендуется увеличить количество до двух раз. Также тюльпан применяется при лечении некоторых сердечно-сосудистых болезней, потому что тюльпаны обладают кардиотоническими свойствами. Масло тюльпана используется при терапии некоторых дерматологических болезней. Также его используют в изготовлении питательных масок для лица в сфере домашней косметологии. Для его создания чистые измельченные лепестки растения заливают оливковым маслом и настаивают в течение двух недель. Готовым настоем можно лечить высыпание и улучшить состояние кожного покрова, что особенно важно для женщин. Использование спиртовой настойки тюльпана будет целесообразным при воспалении на коже, при ревматизме, при артрите и при артрозе. Еще одно косметическое применение лепестков тюльпана – это просто принятие ванны с лепестками. Тюльпан, благодаря своим успокаивающим свойствам, поможет убрать шелушения на коже, которые появляются в зимний-весенний период. А также, после двух-трех применений с кожи сойдут все воспалительные процессы, а ранки заживут быстрее. Все потому, что лепестки этого цветка содержат немало органических кислот, которые обладают противовоспалительным и антимикробным действием. Из тюльпана можно приготовить даже специальную добавку к чаю или отвар, который будет полезен прежде всего потому, что в тюльпане много клетчатки. Однако, прежде чем употребить его в этих целях, посоветуйтесь с врачом. Сейчас ученые проводят испытания по использованию препаратов на основе тюльпанов для лечения рака. Например, китайские целители рекомендуют использовать это растение при диареях, опухолях, отравлениях. Использование тюльпанов в кулинарии. Эти красивые растения являются не только декоративными, но и съедобными. В тюльпанах не содержатся ядовитые вещества, поэтому можно употреблять любые части этого растения. В луковицах тюльпанов содержится большое количество сахара и крахмала. Из листьев и лепестков многих сортов тюльпанов готовят салаты, окрошку, супы, засахаренные лепестки. Для употребления свежих листьев тюльпана, необходимо их нарезать и залить небольшим количеством уксуса и оставить на час. Это поможет избавиться от горечи. Жареные луковицы тюльпанов или запеченные лепестки понравятся любому гурману. Если необходимо украсить выпечку, торты или десерты, кулинары используют засахаренные бутоны цветка. Но добавлять в пищу необходимо растения, которые не подвергались химической обработке, а также нельзя употреблять дикорастущие сорта. Тюльпаны можно употреблять и как прекрасное горячее блюдо, которое получают, обжарив их лепестки в кляре. Они хорошо сочетаются с блюдами из рыбы и мяса. Листья и даже цветы тюльпанов нередко используются как замена лука. Иногда растения применяются и в приготовлении вина. Вредки противопоказания. Перед тем, как употреблять тюльпаны в медицинских или кулинарных целях, нужно знать, что полезны только съедобные виды. Ни в коем случае нельзя использовать сорт гюнтера и гесмера, так как они токсичны и очень опасны для здоровья. Луковица тюльпана содержит в себе некоторые аллергены. При постоянном контакте человека с этим цветком, в особенности у цветоводов, вероятным может быть развитие заболевания типа тюльпанового дерматита. Симптоматика этого заболевания такая, покалывание в пальцах рук, зуб и шелушение кожи, экзема, поражение ногтей. Использование тюльпанов категорически противопоказано при беременности, при кормлении грудью и среди детей. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Желаю всем крепкого здоровья. Не забудьте подписаться на мой канал, ставить лайки и комментировать. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok